Уходящий авто- и мотосезон по понятным причинам был достаточно бедным на события. И тем удивительнее и приятнее, что заканчивается он большим и красивым московским мотофестивалем. Столичные мотоциклисты подвели итоги уходящего сезона. Собравшись на проспекте Академика Сахарова, участники мотодвижения двинулись по Садовому кольцу, чтобы финишировать перед парком музеон. Старт пробегу, в котором приняли участие около 3000 фанатов двухколесного образа жизни, дал глава Московского департамента транспорта Максим Лексутов. Он отметил, что мотобратство столицы только растет, сейчас насчитывая около 100 тысяч членов. Ну что отрадно, что количество погибших на дорогах мотоциклистов Москвы за 8 месяцев на 37% ниже, чем в прошлом году. Поэтому очень здорово, что и автомобилисты, и мотоциклисты, да и пешеходы стали друг друга видеть на дорогах. Впрочем, не увидеть 3000-ю колонну на Садовом было просто невозможно. Притом парк техники, на который приехали участники, оказался крайне разнообразным. От спортбайков и чопперов до крохотных мопедов и мокиков. Хондо Манки. Это довольно легендарный мопед. Выпускается с 67-го года. 50 кубов, 4 передачи. Вполне для города, для молодежи. Добравшись до парка Музеон, участники фестиваля разделились по интересам. Часть предпочла просто общаться со своими коллегами по мотобратству, а другая отправилась на площадку возле Москвореки, где организаторы устроили развлекательную программу. Там украшением праздника стало выступление группы «Каскад». Это пилотажная группа экстремального вождения при управлении ГИБДД по Москве. При этом все без исключения участники группы – штатные сотрудники госавтоинспекции. Следующим элементом шоу стали эффектные заезды специалистов пожарно-спасательного центра Москвы. На протяжении мотосезона 22 мотоцикла ежедневно выезжают для оказания социальной помощи, ликвидации последствий ДТП и тушения пожаров. Финалом дня стала работа водных спасателей и водолазной группы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. А вот остальные пункты обширной программы были отменены из-за неблагополучной статистики по коронавирусу. Впрочем, мотоциклисты не сильно расстроились этому факту, ведь не по-осеннему теплая и солнечная погода больше настраивала на продолжение покатушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова